Здравствуйте, вы на канале магазина Самокат. Начинающие даже опытные райдеры порой путаются в технической части самоката, когда дело доходит до кастомизации. Объять все темы сразу будет очень сложно, и мы решили начать с темы, которая самая востребованная и самая проблемная. Это подбор руля. В этом видео я расскажу вам про типы рулей, на какую систему они идут и про их особенности. Видос будет не самым веселым, но зато после этого вы сможете на изи понимать разницу между теми или иными рулями. И в принципе вам будет легче подобрать руль себе. Врубайте заставку. Я думал, как структурировать всю информацию, а главное, как прочее ее преподнести. И получается, что наиболее правильным будет отталкиваться от типа компрессии и от ситуации, когда на вашем родном скуте руль надоел, вы с него выросли или он просто сломался. И вам нужно его заменить. Пойдем от простого к сложному. От резьбы к СКС. Итак, скут с самой простой резьбовой компрессией. В качестве примера возьмем мавина нитро. Самая компрессия представляет собой вилку с нарезанной резьбой. Вилка проходит через стакан рулевой и закручивается двумя гайками. А вот теперь к рулю. Для такой компрессии вам подойдет только один тип рулей. С внешним и внутренним диаметром 28,6 мм на 31,8 мм. Материал сталь. И обязательно с пропилом. Пропил здесь нужен для того, чтобы зажим на руле зажимал и фиксировал трубу на вилке. Перейдем к следующему типу компрессии. HIC и I-HIC. Устройство этих двух типов компрессии практически одинаково. Вилка здесь уже без наружной резьбы. А устроено все следующим образом. Вилка проходит через стакан рулевой. Сверху вилка надевается колба с блинчиком, в который вкручивается винт. Разница между HIC и I-HIC в разном диаметре трубы руля. Причем диаметр отличается не только внешний, но и внутренний. Если вы пытались разобраться с вопросом подбора руля самостоятельно и найти информацию в интернете, то наверняка вам встречалась вот эта картинка с тремя кольцами разным диаметром. Вот сейчас подробнее об этом важном моменте. О диаметрах. На компрессию I-HIC становятся рули с внутренним диаметром 28,6 мм. А внешний диаметр отличается в зависимости от материала. У стальных рулей это 31,8 мм, у алюминиевых 34,9 мм. Получается, что стенки у алюминиевого руля толще для повышения прочности конструкции. А вот рули HIC идут только в одном размере. Внутренний и внешний диаметр 31,8 мм на 34,9 мм. Пропил также обязателен. Идем дальше. К третьему и самому крутому типу. SKS. Устроена компрессия следующим образом. Вилка проходит сквозь рулевой стакан и на вилку сразу надевается 4-болтовый зажим. Два нижних болта держат вилку, два верхних держат руль. При этом вилка и руль между собой не контактируют. Конструкция проще некуда. Поэтому и обслуживать ее намного легче остальных. Самая важная характеристика руля для SKS это внешний диаметр трубы. Внутренний значения не имеет. Если внешний диаметр составляет 31,8 мм, то это стандартный руль или LT руль. Если внешний 34,9 мм, то это оверсайз. Пропилового SKS нет. Вот это и есть три или же четыре, если разделять хик и ахик, типа компрессии. При подборе руля для своего скута обязательно учитывайте внутренний и внешний диаметр трубы и наличие пропила. И когда вы все сопоставите правильно, процесс выбора руля станет не проблемой, а удовольствием. Пару слов о кастомизации рулей. Точнее, как можно купить руль под SKS, поставить его на хик и наоборот. Как вы могли заметить, основное отличие рулей для этих типов компрессии это пропилу. Допустим, вам дико понравился какой-то руль и подходит вам по размерам, по форме, но у него нет пропила, а у вас хик. Или наоборот, есть пропил, а у вас SKS. Тут все также достаточно просто. Нужно сделать пропил, ищем мастер с болгаркой и пилим его. Если нужно закрыть пропилу, для этого есть специальная проставка. Сейчас. Вот такая вот. Она у нас представлена дистриктом. Так вот. И еще немного теории о размерах и форме рулей. Рули разделяют на Т-образные и О-образные. Тут никаких подвохов нет. Только что алюминиевые рули в основном делают О-образными, чтобы так называемый рычаг был меньше. Таких рулей очень много. Например, как рули Stryker Essence или же District HTC. Поэтому тут всегда есть ребра жесткости. Стальные рули уже в обоих видах, но менее изощренные. Как, например, Tilt Hybrid или вот этот руль Lucky. И Batwing. Это рули типа BMX с кроссбаром. Это труба, которая соединяет две других трубы, которые идут в разные стороны. Главное, что такие рули тяжелее и прочнее своих собратьев. Как правило, их делают из стали. Есть еще титановые рули. Делают в основном Т-образными. Они считаются самыми желанными из-за своего веса и прочности. Но они дико дорогие. В районе 5-6 тысяч только за руль. Теперь как ощущаются те или иные габариты. Тут быстро. Руль должен идти от паха до пупка. Это оптимальный диапазон расположения руля. Основные варианты уже более субъективные. С широким рулем легче крутить сам самокат, градусы, банник выше и лучший баланс. С узким рулем легко делать браспины и закладывать под себя самокат. Как, например, в труках Lockdown или Turndown. На высоком руле легче балансировать. Делать буртслайды, мэнуалы и тому подобное. Но сложнее делать банник. Низкий же руль позволит вам легче делать банник и быстрее крутить скуки. Именно поэтому стритеры катаются на больших скутах, а паркеры на маленьких скутах. Казалось бы, одна простая деталь, а сколько подвохов. Надеюсь, это видео было максимально информативным, а также интересным. Все рули, которые продаем мы, вы можете найти на нашем сайте по ссылке в описании под видео. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также подписывайтесь на наши соцсети в Instagram, Facebook. Кайфуйте от катания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok